А вот когда вы осознали свою исключительность, что вот вы не совсем обычный человек, не совсем обычная девочка? Я и сейчас не осознаю свою исключительность. Нет, вы знаете, вы это излучаете, что вот вы особенно... Может, я это излучаю, но я совершенно, никто из вас меня никак. То есть вы искренне со мной никакие... Однозначно. Я просто проводник, просто проводник, которому говорят, а я повторяю. Например, в зале на тренировках. Я всегда детям говорю, дети, я никто, не звать меня никак. Но мне говорят, а я вам повторяю. Хотите, слушайте, что говорят вам в конторе. Хотите, не слушайте. За это будете отвечать. Вы знаете, одна вещь у меня, ну что называется, не склеилась с вашими воспитанницами, причины. Что с одной стороны говорят, что Ирина Александровна, она прямо отсматривает всех молодых людей, строгий фильтр, чтобы, не дай бог, не за того замуж вышла. А с другой стороны, я смотрю, ваши... Любимицы нельзя сказать, потому что вы их всех любите, но такие всемирно известные ваши дочери. Как, допустим, Утяшева вышла замуж за комедианта Павла Воли, который официально представляется как гламурный подонок. Ну, то есть, у него такой титул в комедии. Гениальный парень. Прекрасный отец, великолепный муж. То есть, вы сразу приняли его? Они прошли очень сложный путь своих взаимоотношений, прежде чем они остались жить вместе и родили таких двух потрясающих детей. А через Вина Русманова они сразу прошли? Они однозначно, потому что Воля сам все сочиняет, и он прекрасный актер, и прекрасный писатель. Он же все сам пишет. И очень порядочный человек. То есть, тезис, что артистов у нас в семье не надо, вы не унаследовали? Ну, это с Аминой Зариповой я прошла. Ошиблась. Вы имеете в виду ее брак с Кортнилом? Ну, да. Вы считаете, это было ошибкой? Я считаю, что я была ошибкой, когда говорила, что это плохой выбор. Что артисты нам не нужны, повторила я слова моей бабушки. А теперь нужны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok